Город Эпеналь, район Лагезов. Пятница, предпоследний день. Завтра, что будет вечером, возвращаюсь в Париж. Еще одно маленькое видео по городу. То я как-то снимала, было дождь. Первый день, не, первый день я приехала, второй день. Это был первый день, как я гуляла по городу. Было пасмурно, но так как постоянно то дождь, то солнце, то я решила быстренько заснять. Еще одно маленькое видео. Была в музее современного старого искусства. Три маленьких ролика сделала. Раскопки. Старое искусство, современное искусство. И быстренько, пока еще немножко есть время, пробегусь по мостикам и по центру города. Будет еще одно такое видео. Может быть была более пасмурная погода. Сейчас, правда, вечер, тоже не очень. Все эти солнца. Но все же вечером по-своему симпатично. Осторожно, скользко, заботливо написано. Прохладно вечерочком. Минут 10, наверное, сниму по-быстрому. А то я как не снимаю, так мои перчатки в кадре. Потому что я замерзаю, я мерзливый товарищ. Хочется снять что-то покрасившее. В городе есть разные музеи. Я посетила только один. Один интересный археологический. Закрыт. Только летом открыт. Его бы тоже хотела посетить, но... С ним не получается. Открыт только в летний период. Музей искусства посетила. Есть еще музей, посвященный изображениям. Но туда я решила не идти. Я так посмотрела отзывы. Не всем это нравится. Я не видела очень много отзывов. Хотя один человек мне сказал сходить на фабрику, где на печатных станках это все печатали. Именно как это все производилось. А не просто картинки на стенке висят. Именно на печатные станки. Но все равно, мне кажется... Ну, в общем, это не моя тематика. Я решила не идти. Искусство я посмотрела. Это мне интересно. Я люблю картины и современные, и старинные. Ну, а печатание, наверное, это было бы интересно людям, связанным с какой-то профессией. Например, в которой работают в издательство. Вот это на их будет. Как раз этот музей им подойдет по их специальности. Может, художникам подойдет, которые занимаются иллюстрациями. Оформители. И пока очередной дождь не грянул, пройду через... Тут вот базарчик есть. Через базар выйду на другую сторону. Там есть церковь. Там есть интересный такой квартальчик. Интересная улочка. Я хочу показать. У меня есть одно видео, но я хочу еще маленькое снять по-быстрому. Маленький базарчик. Можно пройти насквозь и выйти в церковь. Я вынуждена с другой стороны рынка. Возле рынка есть церковь. Напротив рынка есть кебаб недорогой. Тут есть сэндвичи по 5 евро. По 3,50 даже. Цветочный рынок. Магазинчик цветочный. И церковь. Очень красивая. Даже, скажу, не столько красивое внутри оформление, сколько очень старинная, очень старая церковь. Вход сбоку, с левой стороны. Как сказать, прямо к церкви слевой надо пройти там. Есть такая скрытая маленькая арка. В эту арку надо войти и повернуть, и там вход. Прямо напротив церкви сбоку находится офис для туризма. От церкви поверните направо. Тут есть маленькая улочка. Она ведет к археологическому музею. Там есть такая... Руины сохранились. Крепостная стена есть. Или можно пройтись по Рюша-Питер и тоже выйти, опять же, к этим постройкам. Рюша-Питер, музей Душа-Питер. Есть разные подходы. Если будете идти по центральной улице возле 7-го номера, возле 7-го, с мёрки повернёте и как раз попадаете к этим руинам. В башни можно попасть с разных сторон. В этой башне когда-то заседал совет. Комиссия по-нашему, совет. Вот этому просвещен музей. Ну и вот этим раскопкам, которые вот здесь были, остатки средневековья. Музей сейчас закрыт. Я хотела попасть, но закрыто. Написано только летом открыто. Город Эпиналь. Лучше посещать, конечно, летом. А я приехала зимой, потому что недалеко горы, невысокие. И я решила как бы подняться в горы. Там снега не оказалось. Я была в одном городе. И вместо снега там как бы искусственное наступлено немножко. Пару трасс для катания. Но я один раз туда съездила посмотреть. Город в горах называется Жерардме. Я иногда его путаю, называю Жердармир. Как я его только не называю, потому что я его постоянно путаю, этот город. По-разному я его могла назвать, но Жерардме его правильно называют. Поэтому если я где-то неправильно его назвала, я все время его путаю название. Солнце отсвечивает. А также один час от Эпиналя. Есть два термальных города. Я ездила, чтобы набрать воды. Тоже летом это туристический как бы туристическое направление, куда люди приезжают за водой. Я тоже поехала, но, к сожалению, только в одном городе удалось набрать водички немного. Второй город был как вымерший. Там ничего, никаких признаков жизни не было. В самом Эпинале интересно вот вот эти укрепления, которые сохранились. Этот музей, посвященный вот этой истории, этой башни, где когда-то коллегия, совет заседала. Рядом с музеем находится церковь старинная 11-13 век. Город очень старинный. Когда-то здесь был замок, замок разрушен, только руины наверху стоят. И так как погода не очень хорошая, там только парковая зона и все. То я до замка никак не дойду. Я еще думаю, стоит ли ехать. Там парковая зона и руины и все. В принципе, ничего такого нет. Поэтому я гуляю только по центру, музей. Вот я как бы посмотрела всего 4 города. Я здесь 5 дней. И на 6-й субботу я возвращаюсь. Первый день приехала вечером. Уже я смотреть 7 часов нечего, скажем так, пока я в гостиницу, пока вещи, пока туда-сюда. Уже было около 7 вечера. Смотреть было нечего совершенно. Второй день я осваивалась на местности, смотрела, что можно посмотреть. Случайно она обжила на вот эти руины, так скажем, на эту стену, плача, на эти руины, что осталось. Вот. Илюша, Питер. И во вторник я изучила все автобусы, куда-где идут, чтобы посмотреть, какие города я предварительно посмотрела, куда бы можно было съездить. Но я все-таки посмотрела, что тут еще есть. Вот я вам сказала, в семерку ныряете седьмой номер или десятый, если внутри двора находитесь. Изучив все автобусы, я посмотрела еще раз по карте, куда лучше поехать. в среду я помчалась в горы, в горы поднялась немножко, снега не было, как я сказала. Я погуляла по городу, посмотрела, осталась не совсем довольна. Я ожидала от этого горного города, ну, это как бы невысокие горы, это не Альпы, а я ждала немножко больше, что там озеро, снег, вроде бы как на фотографиях все так красиво. Я приехала, снега нет абсолютно, только искусственное там немножко. Ну, озеро есть, маленькое, может быть, летом кто-то там гуляет вокруг озера. Я тоже не увидела, где люди купаются, хотя на фотографиях видно, а ну, я так не увидела эту зону пляжную. Покрутить, что-то голодное. Ну, я там перекусила, гофр села, вафли купила, бельгийский за 4 евро, перекусила там возле трассы вот этой искусственной, где люди катались. Я посмотрела на все это дело, пару фотографий сделал, чуть-чуть засняла там маленькие видео. В следующий день я уже смотрела, где автобусы, знала, куда ехать. Я поехала два города посмотреть с минеральной водой термальные станции. В одной попала на воду, был источник открытый, маленький, снаружи, а внутри, там, где колонады, как обычно, так вот, кто был в термальных станциях, знает, обычно есть какая-то большая колонада, и в ней, в ротонде, есть вода. Ну, вот, ротонда была закрытая, но сбоку был маленький краник, и люди там набирали воду, я набрала пару бутылок, и сразу побежала в следующий город, там разница была где-то час между автобусом. В следующем городе не повезло, там я ничего не набрала, там вообще было пусто, и вообще людей не было, все было закрыто. Это был четвертый день пребывания, вот сегодня пятый день, пятница, я сходила в музей современного и старого искусства, прогуливаюсь по центру, я снимала маленькое такое видео чуть раньше, но было дождливо, еще раз, правда сейчас вечером тоже не так яркое солнце, но немножко лучше. К вечеру морозец берет, завтра будет, наверное, обещаю 6 градусов тепла только, я уже так чувствую, руки начинают подмерзать, и вот тут был базар, еще напротив базара театр, я в другом видео рассказывала, есть театр, внутри я смотрела на встрафи, он красивый, но нету времени, чтобы туда пойти, на афишах я не видела, мне интересен балет, оперет, а что-то такое, но ничего никакого не видела, офис за туризм, и идем к площади Вагезов, центр, квадратная площадь Вагезов, и вот прямо напротив офис за туризм, такой проход, проем, как бы каменный, может быть освечивает, солнце светит, и вот здесь проход, как раз вот здесь вход, сбоку к церкви, надо пройти, повернуть вправо, и там церковь, и тут какой-то статая, вернее, какого-то детственного ребенка, какая-то очень важная, потому что тут было написано, про эту статую, я не буду эту историческую справку давать, потому что я могу ошибиться, и идем в центру, а это можно меня, полисозреть, медальончик, кисло-сося, очень вкусная, кстати, вещь, безумно дорогая, но очень вкусная, сбоку церкви, есть рю, зенуар, алис, вот с такой лошадкой, экипажем, и прямо упирается, эта улица в туалет, который находится, сбоку базара, если кому надо будет, кто будет искать в центре города, с Лаз-ДВЖ, площадь Вагезов, есть площадь Вагезов в Париже, а это площадь Вагезов в Эпенале, на площади Вагезов можно найти ресторанчики, перекусить, недорого пицца есть, можно взять пол пиццы, например, напиток, салар, и будет стоить где-то 8,59 евро, вот от 8 до 11 евро, есть гостиницы, но все же в центре стоит дорого, моя гостиница находится, уже как бы ближе к концу города, коммерческая зона, но я заплатила за 5 ночей 180 евро, поэтому 6 дней здесь, 180 гостиниц, 70 поезд туда-обратно, 250, немного найду, всего 300 евро укладываюсь, хотела в горах поесть в Фондю, рестораны все были закрыты, когда я приехала в обеденное время, вот это я поднялась в горы в городе, я приехала не в назбрении, и возвращала в своей гостинице, прямо вот в своей гостинице, я зашла, заметила ресторан азиатский, и там был шведский стол, вот, кстати, в церковь можно зайти из площади Вагезов, и зайдя в этот ресторан, я уже наконец-то поела, для поднятия настроения, меню стоило, ну, как бы, этот шведский стоил, вечерний стол шведский, стоил 20 евро, но я съела там больше, чем на 20 евро, это точно, потому что там были и устрицы, и креветки, и суши были, и горячее, и сладкое, мороженое, или щербет там был, ну, все было, моя гостиница называется премьер-класс, самая, наверное, недорогая гостиница, 30 евро в сутки завтраком, но мне кажется, если тут дешевле, уже ничего не найдешь, ходит автобус первый, четвертый, рядом от автобуса минут 5-10 пешком, смотря, кто как быстро ходит, тут старинный особнячок, товарищ работал, то ли с судебным приставом, ну, что-то связанное, то ли с судебным исполнителем, что-то такое было, связанное, в общем, с судом, юриспруденция, я так не буду точно говорить, всю историческую справку этого города, я точно все не знаю, я смотрю, туда дверь открыта, но я не знаю, кому принадлежит сейчас дом, я хочу войти, посмотреть, спросить, или можно посетить его внутри, это даже интересно, потому что когда прошла сглая, двери были закрыты, и так внутри галерея, и там сейчас проходит выставка, но я переключусь с этого видео на новое видео, потому что это уже как бы отдельный ролик, я закончу свое видео на площади Логезов, город Цепиналь, и мое недорогое путешествие на 6 дней, и я иду в эту галерею, попробую там снять, если можно, внутри, до новых встреч на моем канале, заходите, подписывайтесь, спасибо, что зашли, помимо путешествий, я еще иногда увлекую меню для разных праздников, меню для выходных, и повседневная еда, миксированная кухня, наша, европейская, а я попробую нырнуть в этот старинный дом, 1604 года, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...